приветствую вас дорогие мои зрители сегодня я хотела провести небольшой обзорчик вот такой кучки текстиля который я нашла на на последнем блошином рынке даже не побоюсь этого слова мне посчастливилось найти и купить эти вещи хотела вам их показать вот я постелила себе здесь скатерть но вы видите что произошло муся моя решила что это для нее и заняла место сейчас будем разбираться а потом покажу вам что же такое я нашла ну давайте же смотреть скорее что я купила будем я сначала попробую вот так все раскладывать и посмотрим как это будет удачно удачная идея или нет вот я приобрела получается целую такую стопочку текстиля в основном это я смотрю полотенца они все вышиты руками то есть на всех на них ручная вышивка вот можно посмотреть с обратной стороны как это выглядит видите это все ручная вышивка вот смотрите здесь васильки цветы цветы другие какие-то розовые колоски такое полотенце видите видите оно на нем рисунок расположен получается у нас только с вот этой стороны с одного края вот посмотрите а здесь рисунка нет и что же такое получается за полотенце это полотенце которое вешается на кухне на такой специальной полочки на специальном держателе и вешается на таким образом что вот этот верхний край он загибается вот сюда на лицевую сторону вот таким вот образом вешается это и вот здесь вот идет вот это вот палочка на которой она висит я сейчас покажу вам несколько фотографий каким образом висят эти полотенца на кухне ну вот видите на стене висит такая полочка на которой стоят банки по моему со специями и вот таким образом висит это полотенце вот еще одна фотография здесь на полочке стоят всякие старинные вещи мясорубки кофемолки утюг часы и опять же висит такое полотенце это уже без вышивки но но видите такое красивое с кружевом отделанное то есть это такой предмет интерьера украшение интерьер на а вот здесь видите тоже такая же полочка на которой стоят какие-то вещи и полочка то висит за плитой плита тоже такая старинная то есть вот таким образом использую все эти полотенца но я думаю что используются до сих пор я думаю что люди которые оформляют свой интерьер кухонный стиле старины деревенском стиле используют такие полотенца я не знаю как мне ухитриться чтобы показать вам их самым наилучшим образом я сейчас попробовал на этот больший по размеру стол положить это полотенце кстати вот это кружево она связана тоже видно что вручную вообще вот эти полотенца они я так понимаю являются предметом тоже коллекционирования вообще конечно легче сказать что не является предметом коллекционирование в наше время мне кажется сейчас коллекционирует просто абсолютно все так посмотрим сейчас следующее вот и следующая полотенчика там и так я усложила чтобы лучше было видно это опять же ручная вышивка но не все с ручной вышивкой вот посмотрите по моему это петельчатый шов и вообще вот если в интернете искать эти полотенца они все с поговорками с какими-то выражениями интересными например на этом полотенце написано моя кухня моя гордость и в германии называют их мид шпрух извиняюсь за свое произношение в общем короче с каким-то с каким-то предложением с каким с какой-то поговоркой вот назовем это поговоркой вот и часто очень они вышиты вот в такой монотонной гамме то есть здесь например два синих цвета потемнее посветлее только использованы на белом фоне ну да наверное будет самый лучший показ если я буду так показывать по одному полотенцу одно за другим вот таким образом вот такое полотенце тоже вышитая руками с монограммой ну я не знаю я наверное не все смогу переводить но вот это я могу перевести мой дом моя крепость переводится так это выражение это поговорка очень красивая такая вышивка на тонком таком хлопчатобумажном полотне вот еще раз покажу поближе цветочки у нас сейчас стоят очень жаркие дни вообще плюс 35 37 и утром уже встаешь уже 8 утра ужасная жара и целый день просто невозможно из дома выйти поэтому сейчас вот вечерние часы это единственный момент когда я могу сделать для вас ролик вот такой довольно объемный поэтому я надеюсь что все цвета сейчас вечернем заходящем солнце хорошо передадутся я смогу вам все показать как следует вот такие вот образцы народного творчества какие-то поскромнее какие-то более искусно вышитые оформленные буду вам показывать все один за другим такое полотенце довольно плотная такая мне кажется даже льняная ткань дышит это моя собака алиса как же я же занята поэтому надо же обязательно прийти да и пооблизывать руки вот так на заднем фоне гуси которых у меня спрашивали вот они никуда не улетели до сих пор они там на озере а вот это милое полотенце наверняка вышла какая-то девочка для своей любимой мамы здесь написано любимая мама и цветочки эти выше ты так видно что такая рука неумелая мастерица а скорее всего детская рука вышла это полотенце она и по размеру гораздо меньше тех предыдущих вот и следующая полотенчика уже такая интересная вышивка такой дамы фрау назовем ее с какой-то палочкой она стоит и усатый мужчина в тирольской шапочке протягивать ей руку кстати у нее тоже тирольская шапочка и написано здесь cruise code это такое приветствие которое принято вот как раз южном тироле южной германии в австрии такая милая сценка вышитая тоже по моему петельчатым таким швом или каким-то другим но любом случае это по моему такой сорт глади вышивка гладью цветы очень интересная такая такая типичная вышивка вот и следующая полотенчика тоже такая вышивка интересная корзинка с цветами и опять же выражение которое но я переведу как имей солнце в сердце или имей свет в сердце я так думаю оно переводится то есть такое пожелание хорошее кстати очень пожелание вот еще одно полотенчика девочки я не буду переводить я не смогу или я смогу слишком коряво перевести это но я общем то понимаю смысл но можно девочки кто хорошо говорит на немецкий переведут это поговорку это выражение в комментариях в общем здесь написано что-то типа того что кто плохо обо мне говорит тот не зайдет в мой дом ну и так далее короче очень хорошее пожелание оно вышито крестиком таким крупным крестиком тоже на льняном на льняном таком сером полотне очень красивое следующее полотенце зеленое льняное полотно такой тонкий лен видно что она новенькая и вышивка тоже очень красивая ласточки посмотрите какая интересная техника вышивки и написано по моему где поселились ласточки там поселилось счастье или там живет счастье и вот здесь еще верхний цветочек тоже очень красиво вышит это полотенце прям очень красивое такое следующая здесь вышивка темно-синяя она кажется почти черной но она темно-темно-синяя по-моему здесь написано готовь с любовью но это же кухонные полотенца так что я думаю логично такая вышивка а вот и следующее полотенце тоже очень интересная такая вышивка только красными нитками еще монограмма есть мр я не совсем понимаю в общем-то от обращения думаю что какому-то святому и написано молись за нас кстати вот эти вот полотенца если их искать в интернете но если я посмотрела где продаются вот например такие вещи больше всего это аукцион ebay и там они все позиционируются как антикварные полотенца я уж не знаю в какой степени это правда но вот это мне кажется даже очень похоже на очень старое полотенце очень старую работу и кстати вот эти полотенца они оказываются очень не дешевые и коллекционеры готовы выложить за них прям приличные суммы я вот например сейчас покажу вам то что я нашла в интернете ну вот к примеру такая вышивка на ebay вот в этом году 25 июня здесь стоит 2019 год было 9 предложений с одного евро начинался аукцион и вот видите такой вот такая же вышивка вот такого же типа эта красная вышивка была была продана за 2550 то есть это одно полотенце такое тоже она с монограммой было его даже видно здесь в одном месте что там был дефект и он заштопан вот это показано тоже на фото то есть даже с заштопанным дефектом заштопанной дыркой это полотенце было продано за 2550 так что в любом случае это даже неплохое вложение денег я думаю что эти полотенца будут с годами их будет все меньше они будут стоить даже еще дороже следующая вышивка такая такие цветы тоже очень красивая полотенце вот очень интересная вышивка такая девушка тянется цветам конечно пропорции я бы не сказала что сильно хорошо соблюдены но вышивка сама интересная и пожелание здесь по моему много солнца желает филсона много солнца покажу поближе ну как можно было пройти мимо таких образцов народного творчества все это сделано думаю ни одной мастерицей потому что разные инициалы разные монограммы на этих полотенцах из разных домов сделаны разными мастерицами но все это уже уходит уже новое поколение не сильно то этим и занимается поэтому все это уходящее вот тоже прекрасная вышивка тоже только одним цветом красная вышивка с монограммой такая дама девушка плетет веночек по моему или составляет букетик что-то такое я думаю что такая вышивка она даже какая-то типичная национальная что ли вот именно для южной части части германии даже мне кажется для австрии тирола вот это очень красивый такой образец творчества просто просто невероятная вышивка вот такое полотенце так вот красиво сделан край мережки он называется этой мережки мережки наверное когда убираются ниточки да и потом они определенным образом сплетаются вместе так вот выдергиваются ниточки все обшито вручную прям видно стежками ручными я тоже думаю вот это очень старое такое полотенце даже не знаю сколько может быть лет может даже все сто вот еще одно прекрасное полотенце с огромной такой большой вышивкой девочки переведите кто может как переводится эта поговорка тут кошка сидит на столе собака дергает за скатерть смотрите вазочка уже покачнулась одна вазочка уже упала и разбилась цветы лежат на полу и около двери стоит щетка и лежит совок может даже кому то будет интересно самой вышить такое такое национальное полотенце с национальной такой вышивкой типичной на улице темнеет к сожалению катастрофически быстро я извиняюсь за плохой свет но надеюсь что камера немного исправит положение вы кстати тоже если смотрите на телефоне вы можете сделать просто экран чуть посветлее тогда все будет намного лучше тоже такая интересная вышивка такая такими стежками отдельными тоже здесь кружево ручное как это все красиво правда все это вышивалось с любовью с большим терпением надеюсь с удовольствием правда чувствуется просто какая-то душа в этих вещах какое-то тепло очень приятные все эти полотенца а здесь интересные голландские мотивы витринные мельницы кораблик и такие стилизованные голландец с голландкой у нее тюльпаны в корзине у него лейка сейчас уже буду показывать немножко быстрее потому что очень быстро темнеет следующая вышивка опять таким крупным крестиком уже мошки мошки активизировались вот очень красивая работа птички цветы извиняюсь дочь моя там тоже здесь монограмма такие нежные пастельные тона здесь нет никакой поговорки но само по себе очень красивое полотенце ну и последние уже буду показывать тогда побыстрее то все свет уже пропадает но я хочу все равно завершить этот ролик заделать потому что завтра днем я у меня просто не будет времени послезавтра и потом выходные и не будет у меня времени совершенно сделать для вас ролик мне так хотелось ну и последний это фартук вот такой фартук тоже с ручной вышивкой был тоже вот в этой же стопочке текстиля вот фартук такой завязываются такие две ленты на шее и сзади вот такой вышитый расшитый фартук с двумя кармашками ну и вот на этом фартуке я уже заканчиваю свой ролик если вам понравился мой ролик поставьте мне пожалуйста лайк я буду очень рада и счастлива этому и в ближайшее время все-таки буду постараться сделать делать для вас еще ролики с находками у меня есть кое-какие находки и для любителей фарфора тоже найдется интересное что можно посмотреть на вечернее озеро такая красота сейчас жара спала просто чудесный вечер я завела аккаунт в инстаграм заходите пожалуйста кто хочет подписывайтесь будем дружить и там мой аккаунт называется также olia retro germany все пишется маленькими буквами в одно слово я не знаю как здесь дать ссылку на мой аккаунт ну в общем то ищите меня уже некоторые девочки меня нашли привет вам всем я буду рада если вы подпишетесь там в этом аккаунте инстаграм я буду помещать фотографии может быть даже сразу с блошиных рынков когда буду находить какие-то интересные вещи а также там будут фотографии какие-то из моей жизни может быть не знаю мне еще надо будет разобраться как там все это работает я даже как поняла что можно делать короткие какие-то видео в инстаграме записывать в общем короче буду разбираться постепенно а я прощаюсь с вами сейчас желаю вам всем хорошего теплого лета кому это надо прохладного лета кому хочется прохлады я бы сама хотела чтобы у нас было более прохладное лето у нас сейчас ближайшие две недели обещают просто ужасную жару 35 до 40 градусов ну ничего как-нибудь переживем всем здоровья я вас всех очень люблю всех кто досмотрел мой ролик до конца я знаю девчонки вы мои постоянные зрительницы до новых встреч дорогие мои пока-пока до новых встреч пока